Яблоня Джонатан Род яблоня насчитывает несколько десятков разнообразных видов. Это и декоративные формы яблоневых деревьев, так и съедобные виды. Съедобные сорта яблонь известны настолько давно, что упоминаются в Библии. Спелые сочные яблоки содержат в себе практически всю таблицу Менделеева. Соль, калия и магния необходимы для работы сердечной мышцы, железо, входящий в состав гемоглобина, крови, медь, марганец и другие микроэлементы. В семечках содержится йод, регулирующий работу щитовидной железы. Кроме того, в яблоках есть уникальный набор органических кислот, витаминов и пептидных веществ. Активно яблоки применяются для контроля веса в различных диетах. Будучи одними из наиболее востребованных продуктов, яблоки выращивают как в промышленных масштабах, так и на частных садовых участках. Выбор сорта зависит от климатических условий местности и дальнейшего использования кладов. История выведения Сорт яблони Джонатан своим появлением обязан селекции американских ученых 1880-х годов. Основой для отбора стали сиенцы сортов Изоб Шпиценбург. По одной из теорий вывела данный сорт Ричел Хингли и дала ему имя своего мужа Джонатан. Также эти яблоки известны под названиями яблоня, джонатановое дерево, зимний красный лихоро, шавка зимняя. Яблони Джонатан первоначальные опыты по селекции прошли в Огайо, США. Климат в штате мягкий, температура зимой редко понижается ниже минус один градус градуса. С 1950-х годов яблони получили распространение на территории Украины, в то время как в Российской Федерации встречаются лишь в условиях Северного Кавказа, где климат более мягкий. Такое территориальное распространение связано со слабой устойчивостью сорта к минусовым температурам. Описание яблони Джонатан Внешне дерево Джонатана средней высоты, с развесистой широкоокруглой кроной, образованной скелетными ветвями, отходящими под острыми углами от ствола. С течением времени ветви поникают под тяжестью яблочных плодов. Кора ствола дерева светло-коричневая с зеленоватым оттенком. Плоды способны завязываться как на однолетних приростах плодовых прутиках, так и на кольчатках или копейцах. Таким образом, яблони обладают смешанным плодоношением. Сорт яблок Джонатан характеризуется обильным побегообразованием. Побеги коричневато-зеленые, чрезвычайно опушенные. Листья средние по размеру удлиненной овальной формы, с приподнятым волнистым краем. Матовые со слабыми морщинками листья обладают отличительным сизовато-серебристым налетом. Яблоко на ветке почкам характерен умеренный уровень возбудимости. Деревьям свойственно обильное цветение в средне-поздний период. Отличает сорт яблок Джонатан способность к самоплодности. В результате автопыления завязи образуют 5-7% цветов. Показатели жизнеспособности пыльцы 26-41%. При естественном опылении завязываются 16-32% плодов. Т. Е. Необходимо использовать препараты для опыления, например, Golden Delicious, Айдарит, Усманская Зимняя и Дере. Средний вес яблок 100-150 грамм. Плоды округлые, конические, главным образом ровные или слаборебристые. Отраз яблок варьируется от зеленовато-желтого до темно-карменового с малиновым оттенком. Кожица плодов эластичная, но в то же время тонкая. Подкожные точки слабо заметны, редко может проявляться разновидность сетчатой оржавленности. Плод плодоножка яблок средней длины, глубокая, с характерной оржавленностью. Блюдце углубленное, с незаметными складками, практически с отвесными стенками. Чашечка закрытого типа. Вытянутая варанковидная подчашечная трубка средней ширины. Семенные камеры в мякоти закрыты плотным кожухом. Мякоть яблок светло-желтая при созревании приобретает легкий кремовый оттенок. Плотная ароматная, очень сочная, со слабо уловимой кисленькой, отличного десертного вкуса. При оценке по 5-бальной дегустационной шкале сорт получает 4,4-4,5 балла. Период съемной спелости яблок приходится на конец сентября. При хранении в ладохранилищах могут лежать до февраля, в холодильнике, до апреля-мая. При нарушении условий хранения мякоть яблок покрывается горькими питнами. Особенности агротехники. Джонарет яблоня – скороплодный сорт плодоношения начинается с 4,5 года после посадки. Сорт требователен к освещению. На участке выращивания не должно быть тени. Идеальными почвами будут суписанные суглинистые. Обратите внимание, почва для саженца не должна быть истощенной, в противном случае подкормки не помогут, снизится урожайность и плоды будут мелкими. Оптимальным временем для высадки является середина весны. Процесс посадки традиционный – выкопать яму, глубиной 0,7 метра и 1 метр шириной, на 1 третью заполнить органическими удобрениями и смешать с почвой в яме. Крепко вбить колышек, будущая опора для саженца, через несколько дней посадить растения и засыпать землей, утрамбовать почву и обильно полить. Обязательно замульчировать приствольный круг органикой. Внимание! При наблюдении сильных понижений температуры в зимний период обязательно утепление деревьев специальными материалами или еловыми ветками. Яблоня Джонатан нуждается в регулярных поливах, рыхлении почвы, подкормках и подрезании. Своевременно нужно проводить обработку от возбудителей грибковых заболеваний и грызунов. Преимущества и недостатки К бесспорным преимуществам сорта Джонатан относится плодоношение на 4-5 год. За сезон молодое дерево может дать до 18 килограмм яблок. У яблони старше 10 лет урожайность составляет 40-85 килограмм с каждого дерева, подходит для коммерческого выращивания, длительные сроки. Хранение Устойчивость к транспортировке Отличные вкусовые качества Аромантный вкус И сочная мякоть Устойчивость к заболеванию парша Главные недостатки яблони Сортовая особенность Невысокий уровень мороза Простойкости Промерзание древесины Даже у многолетних деревьев Поражение собранных яблок При хранении Пятнистостью Сильная подверженность Заболеванию Мучнистая роса Яблоки сорта Джонатан Универсальны в употреблении В сыром виде В качестве сырья Для столовых вин В виде консервации Соки Варенье Джемы Жили Пюре Это объясняется Высоким содержанием Сахара И нежной мякотью Сорт обладает Высокой урожайностью Искроплодоношением Уже с молодого дерева Можно получить Обильный урожай Сладких яблок Однако Плохая устойчивость К морозам Предполагает Выращивание В районах Где зимний период Отличается Достаточной мягкостью